Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Меня тянет сюда. Я прямо чувствую могильный холод. Сейчас мы узнаем, как это произошло. Посмотрим магический кристалл. Я уже вижу в нем убийцу. Все эти спецэффекты, растиражированные телеканалами, дают людям надежду. Если правоохранительные органы бессильны, можно обратиться к экстрасенсам. Уж они точно разыщут обидчика, пропавшую вещь, словом, решат все проблемы. Так ли это на самом деле? Говорят, практически у каждого следователя в арсенале есть команда людей со сверхспособностями. И когда расследование заходит в тупик, экстрасенсы спешат на помощь. Правоохранительные органы привлекают в определенных случаях людей, обладающих экстрасенсорными способностями, контактеров так называемых. И они довольно часто помогают. Но на Петровке утверждают, все происходит с точностью до наоборот. Полиция не обращается к экстрасенсам. Разыскивает их самих за совершенные преступления. Нашими сотрудниками в конце лета этого года была задержана преступная группа, которая под предлогом оказания парапсихологической помощи и ясновидения занималась хищением денежных средств у граждан. Победитель известного шоу экстрасенсов Александр Литвин утверждает, недавно ему звонили с той самой Петровки. Знакомый следователь по-товарищески попросил помочь заставить фоторобот предполагаемого преступника. При этом меня же приглашают неофициально, как правило. Я собрал 12 фотографий из интернета похожих людей. Прямо вот в одну линейку их выстроил. Примерно один возраст, один типаж. И говорю, вот это лицо. И там один из оперативников так посмотрел, говорит, слушай, похоже, я его знаю. И все. И дальше дело пошло двигаться вперед. Это в виде определенной информации, картинок, понимания, знания. Ведь информация приходит, ну, так же, как и в жизни. Понимаете, для вас это такое опосредованное ощущение. Для меня они дифференцированы и очень тонкие могут быть. И я задаю себе тот вопрос, на который я хочу получить ответ. И ищу этот ответ в виде информации, которая поступает для меня. Почему же полицейские неохотно признаются в сотрудничестве с экстрасенсами? И главное, есть ли результат у такого сотрудничества? Экстрасенсы для меня это все-таки сотрудники некой такой тайны, либо черной полиции. Вот они обращаются к ним, потому что утопающий, как я уже сказал, действительно хватается за соломинку. А я слышал, что иногда помогает. Во время съемок в сериале «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин работал в следственной группе на Литейном. Наблюдал за тем, как полицейские раскрывают уголовные дела. По отделу ходили слухи, что экстрасенсы иногда помогают правоохранительным органам. В тупиковых ситуациях, убежден Селин, необходимо выслушать все мнения. Я верю в то, что мысль материальна, в то, что существует некий разум, о котором мы не знаем и не догадываемся. Отдельно, как-то, чуть-чуть мы тоже сталкиваемся с ним, но до конца не понимаем. В 2005 году саратовские газеты писали о маньяке, который орудует в городе. Поздними вечерами кто-то нападал на одиноких женщин, грабил и убивал. Орудием преступления всегда был кухонный нож. За любую информацию об убийце власти города предлагали немалое вознаграждение. Полиция Саратова работала в усиленном режиме. Наряды прочесывали город. И вот в кабинете следователя Юрия Комлева раздался телефонный звонок. Женщина на другом конце провода представилась экстрасенсом Людмилой и сообщила, чтобы вычислить убийцу, необходимо взглянуть на вещи жертв. О вознаграждении речь не шла. К нам экстрасенс в команду попала благодаря тому, что проявила инициативу. Следователь сначала сомневался, стоит ли приглашать экстрасенса. Но потом решил, в оперативных действиях, как на войне, все средства хороши. Вечером того же дня вещи одной из убитых женщин разложили прямо на столе у Комлева. Там было кольцо, были женские часы. Кроме того, была верхняя одежда, опачкана кровью, уже подсохшей. И экстрасенс, как бы глядя на эти вещи, выдавала информацию о том, что видит ранее эту женщину в кухонном помещении, видит ее на фоне большой раковины с посудой, которую необходимо перемыть. Мне дали маленькие такие часики на металлическом браслете. Я взяла группу, попросила отойти от меня всех, чтобы информация шла только отсюда. И стала смотреть. И мне показали образ женщины худенькой, маленькой, темноволосой. Где она работает. То есть приметы такие, что мне показали, как будто этот зал официанткой она была. Рядом с местом, где обнаружили тело, действительно находилось небольшое кафе. Сотрудники опознали в погибшей официантку. С этого времени экстрасенс Людмила Зубкова участвовала во всех следственных действиях. Ну вот, Людмила Анатольевна, есть тот самый гараж, где был обнаружен первый труп женщины, личность которой мы опознали при, так сказать, вашей помощи. Она как раз и являлась той женщиной, которая работала в кафе, расположенном в торговом центре, официанткой. Вот вы, так сказать, правильно указали, что видите около грязной посуды. Во время осмотра улик с мест преступлений Людмила Зубкова не раз говорила. Убийцу надо искать под мостом. Но мостов в Саратове больше десяти. Тогда было решено составить фоторобот преступника. Вначале я составила словесный портрет. Дала описание, значит, лица этого человека. А когда, значит, фоторобот, стали смотреть на экране. То есть подбирать глаза, уши, брови, расстояние между глаз, там, вот, рот, подбородок, все, щетина даже, вот, все, что вот шло мне, мне показывает образ человека, которого, как бы я когда-то видела, вот, похожего на него. В результате убийцу нашли. И действительно под мостом. Там он жил вместе с двумя подельниками. Сейчас преступники отбывают длительные сроки в колонии строгого режима. Украинский город Горловка. Здесь зимой 2013 года пропала девочка. Ей было 9 лет. Говорили, что она ушла с незнакомым мужчиной. Родственники в тот же день обратились к экстрасенсам. Пока экстрасенсы с рамками и маятниками ходили вокруг дома пропавшего ребенка, личный состав милиции прочесывал окрестности. Вечером 3 января тело было обнаружено на полигоне бытовых отходов. Ребенок был найден раздетый, только с одними джинсами. Вот, все остальное удушили. И сразу вошли, чтобы не было. А сама ребенка удушили и насиливали. Родственники Мирославы заплатили крупную сумму участницы известного телевизионного проекта, которая обещала вычислить убийцу. Ободрали людей на деньги, да и все. На самом деле, ничего, они ничего даже нам путнего не сказали. То есть, то, что информацию мы давали на сайтах, приблизительно, что да, вот так оно и было. То есть, да, милиция на правильном пути. Почему же знаменитые экстрасенсы, которые являли подлинные чудеса проницательности в телепрограмме, до сих пор не могут даже просто описать убийцу? Здесь недостаточно данных для реального поиска, недостаточно данных для идентификации человека. Во-первых, нет его характеристик физиологических. То есть, нет его фоторобота. Вот, это минус. То есть, мы не знаем, кого искать. Мы знаем, что он там злой, веселый и развелся. Таких вагон и маленькая тележка. Выходит, в одном случае экстрасенс смог оказать реальную помощь следствию, причем бесплатно. В другом, родственники жертвы выложили последние сбережения и не получили никакого результата. Чего не хватило экстрасенсу, чтобы выйти на след убийцы? Все дело в личных способностях самого ясновидящего. Или, может быть, в их отсутствии? Полицейский Илья Краснов рассказывает, тактико-специальную подготовку у него в университете вел знаменитый полковник в отставке Александр Иванов. Легендарный сыщик учил студентов, как использовать руки в качестве биолокатора. Вот он проходит, например, по его аудитории, руки выставит и смотрит, где положительно на этом поле, где отрицательно находится. Например, человек сидит на положительном пересаре, человеку лучше становится. Он более начинает после физкультуры уставшись, как-то быстрее восстанавливается. Илья был на курсе одним из лучших. Когда он начал работать участковым, случай для применения необычных оперативных методов не заставил себя долго ждать. Во время ежедневного обхода территории Илья встретил молодую пару, которая спешила в полицию. Подходит парень, он такой, уже почти плачет. С ним была девушка беремена, говорит, «Знаете, у меня беда». Он спрашивает, что могу помочь? Вот у меня, говорит, вчера мать пропала. Дальнейшее сложно объяснить логическими доводами. Но внезапно участковый ясно увидел погибшую женщину и ее убийцу. Правда, сразу говорить о своих догадках не стал. Когда-нибудь видели бензиновое пятно в луже, вот оно, вот оно такое вот. Сначала такая картина, потом это начинает вращать просто волевым усилием, потом оно вот так, и все, и фрагмент, и конкретный фрагмент. Илья Краснов вспомнил. На днях он заходил к оперативникам и случайно увидел на столе фотографии с места преступления. Я ему говорю, этот человек один и тот же, и его убил очень близкий, возможно, он не уверен. Говорю, я не уверен, потому что слишком странно, что это родственник. Краснов оказался прав. Через несколько дней из Петровки позвонили с благодарностью. Убийцу задержали по горячим следам. Им оказался старший сын жертвы. А вот в родном отделении к этому случаю отнеслись по-другому. Начальник вызвал Краснова на ковер для жесткого разговора. Я вот слышал, ты там что-то сделал. И до еще, это было до того, как мне сказали, что ты, во-первых, там ошибся. И говорят, что ты там какое-то там что-то там делал такое. И давай, кончай с этим. Потому что если ты будешь заниматься, тем дальше, я тебя к психиатру отправлю. Так понятно. Гнев полицейского начальства понятен. Ясновидение к делу не пришьешь. А если экстрасенс в погонах, просто угадал. Если я, допустим, ошибаюсь и начинаю напрягать в этом плане человека добропорядочного, я могу получить серьезное взыскание за превышение своих полномочий. Поэтому в какой-то степени это определенный риск. И вот этот риск настраивать на определенный драйв. Александр Литвин много лет проработал на таможне. На его счету тонны задержанной контрабанды и наркотиков. Без превышения полномочий. Только на интуиции. Интуиция – это способ аналитики с точки зрения современной науки, пока еще не доказанный, в принципе. Интуиция – постижение истины без логического анализа. Именно поэтому иногда экстрасенсы могут помочь следствию, а иногда они бессильны. И не всегда контактеры помогают, потому что они дают только общее направление, где искать. Они не могут конкретно сказать, что Иванов Иван Иванович убил или украл. Они показывают направление, куда можно двигаться следствием. Я лично знаком со многими ветеранами сыскного дела. И уверен, они могут рассказать, кто убил, почему, описать преступника не хуже, а порой лучше, чем знаменитые экстрасенсы. Просто у полицейских умение восстановить картину преступления до мельчайших деталей называется не ясновидением, а профессионализмом. В самом деле, если бы экстрасенсы действительно были способны вести расследование, все преступники давно бы сидели в тюрьмах.